1 февраля 1963 года в составе Хабаровского края был образован Амурский промышленный район, центром посёлок городского типа Амурск, а 12 января 1965 года был преобразован в Амурский район. Официальным символом района является герб, который был утверждён в 2006 году. Его спроектировал член союзохудожников России Валерий Александрович Суслов. В основе герба лежит два цвета – зелёный и синий, символы тайги и водоёмов. В центре щита расположено дерево – дуб золотого цвета, как символ возрождения, величества и процветания. 10 ветвей дерева – это 10 административных образований, составляющих Амурский район. Форма кроны – это стилизованная карта района. На территории района действует предприятие металлообработки дерева, обработки энергетики, камнеобрабатывающие предприятия и предприятия пищевой промышленности. На сегодняшний день в составе Амурского района 10 муниципальных образований. Это город Амурск, городское поселение посёлок Эльбан, посёлки Литовка, Санбали, Известковый, Болонь и сёла Ачан, Джуен, Оми, Вознесенское. Сельское поселение Литовка расположено в южной части Амурского района. Вдоль дальневосточной железной дороги на линии Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Посёлок начали строить в 1939 году. Своё название посёлок получил в честь начальника изыскательной партии Александра Григорьевича Литовка, погибшего в этих местах в 1934 году. В 1954 году на базе мастерских организуется леспункт Санбали. Наличие богатого лесосечного фонда, возможность вывозки древесных хлыстов железной дороги обусловили быстрый рост объёма лесозаготовок. Литовский леспромхоз открыл в посёлке Санбали лесозаготовительный участок, протянул подъездные железнодорожные пути, построил механизированный нижний склад для переработки древесины, организовал производство шпал для железной дороги и лесопеления. Появились специализированные магазины, поликлиника, библиотека, школа, дом быта, клуб и гостиница. Ежегодно посёлок посещают группы туристов, студенты вузов и колледжей Хабаровского края для ознакомлений и исследований знаменитых санбалинских пещер, трягущее копьё, ласточкино гнездо, бурундук и других, которые были обнаружены в 1972 году при строительстве моста через реку Кур. Посёлок Болонь появился на карте как железнодорожная станция в 1935 году. В 1999 году Болонь присвоен статус села, а с 28 июля 2004 года оно было преобразовано в Болоньское сельское поселение Амурского муниципального района Хабаровского края. Село Джуен относится к местности компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Изначально и до сих пор местные жители занимались рыболовством и охотой. В советские годы в Джуене базировался рыболовецкий колхоз. Он сменил несколько названий. Последнее – колхоз имени Постышева. Сейчас традиционными промыслами КМНС занимаются родовые общины. В селе есть современная школа и дом культуры. Численность населения – немного более 400 человек. Село Ачан – одно из старейших сел в Хабаровском крае. Ачан в переводе на русский означает «встреча». Документально впервые поселение было упомянуто в 1651 году. И именно этот год считается временем образования селения. Коренные жители села стремятся сохранить свои традиции и обычаи, которые нашли отражение в организации их досуга и быта. Охота, рыболовство и сбор дикоросов – основная сфера деятельности жизни из шести действующих родовых общин. Поистине гордостью села являются два национальных хореографических коллектива – «Сиун» и «Тасима». Коллективы являются лауреатами районных, краевых, российских, международных фестивалей народного творчества. Эльбанское городское поселение – второй по численности населенный пункт Амурского района. В 1981 году было образовано производственное объединение «Восход» с головным предприятием «Эльбанский механический завод». Сегодня он остается не только градообразующим предприятием поселения, но и одним из наиболее крупных бюджетнообразующих предприятий Амурского района. По-прежнему является единственным на Дальнем Востоке. Село Оми возникло в конце 50-х годов, когда на месте нанайского стойбища под Али началось строительство Амурска. Решили переселить коренных жителей нанайцев на новое место. За год возвели необходимые здания, и в 1959 году в село, названное Новые Оми, переехали 65 нанайских семей. Тогда же основан колхоз, где люди занимались рыболодством, скотоводством и овощеводством. Сегодня Оми – это место компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Село Вознесенское было основано в 1860 году. В это время на Дальний Восток прибыли переселенцы из Поволжских губерний. Высадившись на берегу Амура, они обнаружили нанайское стойбище, рядом с которым решили обосноваться. В 2009 году в селе было построено новое котельное, работающее на угле. В 2010 – цех по производству почвогрунта. В августе 2012 года начал работать рыбоперерабатывающий цех. В 2017 году на дальневосточных гектарах фермеры начали выращивать сою. В 1917 году во время грозы сгорела сельская церковь. Новый храм в честь Вознесения Господня построен в 2021 году при поддержке русской медной компании в рамках проекта «Сельский храм». Также компания финансово поддерживает село в благоустройствах территории. Установлено уличное освещение, скамьи для отдыха на площади. Построен парк Победы, сквер ветеранов, монумент памяти участников Великой Отечественной войны. В настоящее время в селе проживают более 2000 человек. Поселок Известковый был создан в 30-х годах как рабочий поселок Известкового карьера. Жители работали на местном карьере, добывая известняк, а затем обжигая его в известь. В народе поселок называли просто «извездка». Известковый просуществовал недолго и по окончанию разработки карьера был ликвидирован. И здесь возник лесоучасток, позднее превратившийся в подолинский леспромхоз. С конца 60-х годов поселок некоторое время именовался «Подоли-1». А в 1975 году он получил статус поселка городского типа и название «Поселок Известковый». В 1958 году началось строительство палаточного городка первостроителей в селе Подоли-Восточный. Первоначальное название «Амурска», в которое прибывала молодежь по путевкам крайкома в ЛКСМ на строительство комсомольского целлюлозно-картонного комбината. В сентябре 1960 года ЦК ВЛКСМ объявил строительство Амурского целлюлозно-картонного комбината и Амурска всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Была построена и средняя школа. Уже к этому времени в одном из жилых домов открыли музыкальную школу. Дети стали познавать основы музыкального искусства. Встал вопрос об открытии постоянных вечерних средних технических заведений. Был открыт филиал вечернего техникума целлюлозников, а затем и вечерний филиал комсомольского строительного техникума. В 1962 году поселок Амурск становится районным центром. 27 декабря 1973 года рабочий поселок Амурск преобразован в город краевого подчинения. Амурское ТЭС-1 – структурное подразделение дальневосточной энергетической компании, круглосуточно снабжает амурчан теплом и светом. В 2012 году в Амурске был запущен Амурский гидрометаллургический комбинат. Здесь работает российский холдинг RFP Group, крупнейшая лесопромышленная группа Дальнего Востока и одна из крупнейших в России. Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод Вымпел» входит в перечень состав стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса. Предпринимательский сектор экономики. Малое предпринимательство развивается очень активно. Крепнет профессионально и вносит всевозрастающий вклад в экономику города. Малое и среднее предпринимательство является важной составляющей частью современной картины Амурского района. Сохранились и социальные отрасли – здравоохранение, образование, культура. Важной составной частью городской социально-экономической политики является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта. Замечательно каждая страница истории города, весома каждая победа живущих в нем людей, ведь достоянием нашего района являются его жители. Субтитры создавал DimaTorzok